Володя, там около духовки, похоже, провалился кирпич, пережегся, и там внизу вот такая вот выступающая, это идет, ну это для прочистки, ты сегодня начни прочищать. А где Никита-то у нас? Так, вот он как раз и идет. Ты пещи никогда не чистил? Он будет чистить, ты рядом будь, я там делал, как ему показывал, чтобы вы все сами самостоятельно делали. Хорошо, что ты приехал, за водой надо сходить, два ведра, только не мотай, дорогой не лей, аккуратненько, ну старайся почти под завязку вот так набирать. И с Богом. Все, Никита пошел. Вот он вышел где-то, хотел показать, как он идет. Вот он пошел. Никита быстро бегает, он как осаил библейский. Вот он идет. Теперь что? Теперь вот он здесь появится сейчас. Вот он подходит. Видите, как удобно, но во весь экран делать надо. Вот он вышел. Пошел за водой. Интересно, кто-то нам передал, о том, что у нас колонка еще была с правой стороны. И, так сказать, колонку ту убрали, сказали, ликвидируйте эту. А как воду брать? О, а мы в это время в огороде были, у меня в голове тут буря буквально. Как так? Воды нету. Ну, чтобы дома проводили. Да как насильно проводить? Это такие деньги, я не могу. Это не убрали. Я сразу в кривую администрацию иду, прокуратуру, я уже знаю куда. Это что ж такое-то? Ну, и комитет по защите прав человека. Так, без воды совершенно. Тут же сколько людей приезжают и берут воду. Ну, прямо внутри меня. О, машина пошла на той стороне, видать, даже. По дороге там улицы надо было посмотреть. Хоть один раз показать. Ну, я не знаю. А когда приехали, то, оказывается, они колонку, правда, там нет колонки сейчас, нету. Нету. Ликвидировали. Ну, а эту, они наоборот улучшили. Сделали луж, что-то забетонировали возле нее. И выше его как-то сделали. Даже зимой на стене, то все равно бедро можно поставить как-то. А я уже сразу думаю, я пойду к Карлину, губернатор Александр Богданович, он ставленник Путина, когда Евдокимов Михаил Сергеевич погиб. И вот его не выбирали, ничего поставили. Ну, дело у него идет. Вот, и я слышал, читал, не слышал, а читал. И он говорит, у нас ученики-то хорошие, там, в университете, где-то ездят на международные, разные такие, какие-то, как, олимпийские чемпионы, не знаю, соревнования где-то, видно по кибернетике-то. И они занимали первые места. Ну, даже Алтайский государственный технический университет, 21 тысяча студентов, из 18 стран только здесь учатся. И говорит, учатся, вот. Кот лезет, кот. И кот полез, ну ладно. Все уже. Вот, Никита идет, вот он, видно его, покажи. Вот он как идет. И кончают, и уезжают. И куда, в Москву, на заработки. Конечно, нам хотелось бы, чтобы дома были здесь-то. Край-то, специалистов хороших. Вот. Вот теперь видно, Никита. Лишаются. Ну, говорит, они никуда не уезжают. Ну, и некоторые, конечно, за границей уезжают. А другие-то в Москве. Все равно в России, видите как, люди метутся. Где-то вот здесь трудно, значит, вопросов нет. В этот раз трудно, значит, это надо куда-то. Вон он идет, Никиту. Видишь, как вот. Как это здорово. Видно-то где-то. Я увеличиваю здесь. Вон, видать, где качели наши. Шиферина наша стоит. Вот он подходит. Наши двери. Там Надежда Васильевна и Анна. Виктора Савченко, жена. Сейчас я подойду у него, поставлю, то его увидишь тогда. Снимай до конца, пока не зайдет. И тоже так вот везде люди метутся. Вот у нас были люди, из общины ушли. Они никуда не ушли. Ну, это православие, патриархия, рядом тут. Давай. Тихонечко, давай-ка мне. Опа. Видишь, какое облегчение, Володя. Это везде Володя, 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 Володя. Так как. Ну, если тебе не трудно, так я сейчас, минутку, подожди, закрою. Закрыть на высокотеке. Тут у нас есть, чем закрывать. Потом удовольная удовольная удовольная. Сверху. И все, порядок. Так, мусор, ты знаешь, куда вынести? Да, сходи туда, не торопясь. Так, смотри сюда. Да, выходит. Володя, гляди-ка. Вот он выходит. Никитушка наш. Вот они, двери открываются, на полный экран делай. Вот он. Пошел. И сейчас сходит. Видишь, как Господь сделал все здесь, все время пишется, наблюдается. Придумал же кто-то это. О, я тут переключил не сюда. Ну, ладно, все равно, видать. Я обратно-то переключу. Да, брат. Вот он пошел. С миром. Ящики. Сейчас мы его поймаем в другом месте. Да. Мусорные ящики. Ну, так-то немножко есть. Да. Сегодня утром затопил. Поставил. Вот он идет около нашего дома. Ладно. Хозяйский осматривает дом наш. Вот его видно здесь будет. Он заходит. Вон та сторона. За забором-то еще его не видать. А, вон идет. Вот он. Голова одна торчит. Все, зашел. Вот так. Вот оно, видно, где он идет. Господь, как устроил. Ну и с водой-то вернулся я. Ну и слава богу. Воду не убрали. Ну, у нас сейчас застывает. Когда звонок только дашь, как правило, в тот же день они уже ее разогревают, приезжают. Может, Господь так сделал? Вот. Я его передаю мне. Вот он мне. Надо показать сегодня будет, как вчера убрали. Последний ролик снять по дровам. Сегодня я первый расчет сделал. Я-то думал, что... Сейчас заходит он. Все, сюда повернись. Идет, идет. Сейчас. Мы сейчас пойдем на улицу, посмотрим, как еще раз все делали там. Последний. Я разговариваю об этом. И у нас со свалкой-то удобно. Рядом. Отовсюду видят, тут тащат где-то. А мы прям рядом живем. И сколько мы еще мы вывозили. За это берут много. За воду меньше намного. Кажется, а что мусор-то? Ну и вывозить надо, а вода еще тысячу. Вот мы живем здесь. Частный сектор. До того же это удобно. Частный сектор. Никто не шумит, не колотится. Сверху там из ванны не заливают. Вот, смотри, как наворачивает. Повыше подойди к ней. Шубу свою моет. Сейчас мы пойдем и на улице там посмотрим. Потому что уже светать начинает. Я не знаю, сели и захватили. Если наполовину, то видишь, как зеленый свет, все видать. Не, уже светло. Все. Светло уже. Полностью. Я вот как беру. Вот у нее. Это другая мышка на это. Это не та мышка. Та мышка наша. Вот она где. Это отдельно. Ну и у меня тут картоночка. Это я для палек пришил. Вот эта бархатная такая. И она все время стала спать, залазить сюда. Интересно так. Вчера вот 10 человек вот убирали. Ну все. Вот и с этими спалениями. Я сегодня вот с интернетом вожусь. 5 минут второго встал. 5 минут второго. А остальные все встают 4,40. Ну потихоньку взял. Сбросил. Здесь вот так закрылся от них. Там в той комнате кухни. Затопил, убрал. Спят мои ребята. И когда встали, уже в изгбе тепленько. А днем, если у меня тяжко где, я всегда вот так вот возьму. Это сумка такая. Вот так всегда. Рядом положу всегда часы. И вот это где у меня еще часы-то. Я не знаю. Это на зарядке были. Да уже заряжены. Я их вот так вот вложу. Сейчас где-то рядом. Чтобы услышать. И, Господи, благослови. И что интересно, к котям кошки не лезут. Так могут заскочить на колени, а так даже не тронут никогда. Вот тоже удивительно. И вот так вот. И вот так чуть-чуть, чтобы видно было. И сразу. Засыпаю я обычно за полминуты. Прямо засыпаю. Потому что организм, ну, на самом пределе натянутый как. И уже по часам-то посмотрю, 15-20 минут. Все. И до вечера. А вечером ложусь пораньше. Братья еще тут сидят. За компьютером, то другое. Я сюда. И вот здесь вот. Ложусь. И что, вот здесь моя койка. Вот так вот лягу. А свет-то в глаза бьет. Никак. Ну, я знаю уже. Рубашку сюда повешаю. Вот так вот. Каждый раз говорю. Володя, у меня разницы нет. Вон тень-то падает где-то. Ничего. Володя сразу встает, выключается, туда уходит. Берегут меня, братья. Хотя ему, может, не всегда бывает удобно со мной. Я вчера он Ивану-то спросил, или сегодня, что насчет записи-то. Не записывали. Она говорит, так лежит аппарат. Нет. Я говорю, надо ткнуть. Показать ревность. Вот так вот. День начинается сегодня. Вот у нас сколько. Я сейчас вожусь. Мне помогают двое новиков по Библии. Все это перекопируют, чтобы сайты превратить. Вот она, я захожу. А Сергей, да, Евтушенко, он занимается сейчас житиями святых. А один Златоуста перевел, сюда перекинул. Это из Америки. Андрей, сейчас я его даже могу показать. Вот это. Надо посмотреть. Где она у меня тут. Вот она, сообщение. А вот это почта. Сразу захожу на почту. Что у меня тут еще? Вот он. Андрей Кричков. Он прислал мне, знаете ли вы, и дальше вот это вот. Ну я обычно посмотрю и в корзину. Вот она корзина. А тут через сколько дней? А тут 170 писем. Видите, 170 писем это из 153 не просчитанные. То есть я их даже не открывал. Вижу, что там такие все время там какие-то заработки дают. То есть обман. Какой-то дядя умер, там 50 миллионов долларов, и никому не могут отдать уже 100 лет. И меня они нашли, отдают. Но сначала, чтобы документы надо там 50 долларов там перевести надо. Но это они дурят, конечно. Я вот это вот открываю. А вот это и оказывается. Я вот так тогда открыл. И кажется, ничего и нет особенного. А вот оно златоуст и пошло как... Я подумал, что это просто аудио осталось. А это аудио переведенное вот оно. Прямо переведенное уже в видео. Доминует меня щаше сия. Вот я. Андрей Кричков. Слава Богу за все. Аминь. Святой Иоанн Затауст. Вот я смотрю, сколько. Ноль комментариев, 19 просмотров. То ли она закрыта у него была. 19... Это за сколько-то, наверное? В 16-м году? Ну, полтора года. Маловато, конечно. Или не нуждается. Да, к слову сказать, это не нуждается. Вот сегодня выставил я. Вот сейчас даже покажу. 10 роликов. Теперь регулярно вот эти вот это красное. Сейчас открываю. Архипелаг ГУЛАГ. Мною насчитано. 76. Вот эту Библию он пообрабатывает. Сейчас уже 51 ролик подготовленный. Вот. Вот оно как выглядит. Можно заново начать. И подробно провести описание системы. Лимф. Архипелаг. Книга 1. Страница 97. Видите как? Вот это мной насчитано, а потом кто-то сделал, где-то я перекачал. И вот все как-то так получается. Ну, даже не выскажешь. Как-то само собой как бы идет. Вчера тут один говорили по... Как-то мы с ним... Ну, все как положено. И он говорит, а когда... Ну, как сейчас же получается в храмах. Ну, в общем, толком нету. Православных. Вот. Есть. Видите как? Это Рустам. Он армянин, кажется. И вот поговорили. Он говорит, а когда мы говорили-то? Согласен, выставляйте. И вот я выставил сегодня. Ну, вчера вершим он Володю спросил. А я говорю, Володя, ответь ему, что ночью я постараюсь выставить-то. И вот сегодня я его уже выставил. Вот. показать, какая посещаемость меня это интересует. Вот. А Библия как? Вот посмотри, как Библия. Ой, благословлю тебя. Сейчас. Начало. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеным. Что за вопрос? Знаете, много в интернете. Переключите следующее. Вот этого вы нажали, и он сразу в следующий ролик. А тебе... Мне надо куда сейчас начать-то? Не здесь. Здесь? Нет, не здесь. Не здесь. Ну, я нам маленько вот сюда вот. Я просто хочу... пою и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. за то, что Авраам, отец твой послу... Интересно. Это Гюставо Доре, это должен быть пророк Иеремия, как народу говорит. Любимый мой пророк. Я его часто цитирую. Но этим занимается-то у меня Новиков. Нет, это... Ну да, Новиков занимается, Сергей Александрович. Я говорю, только впереди ставь, какая по счету будет кассета, это... файл-то. И он тогда ставил, и как будто бы они выдвигаются где-то. И фотографии 230. Он, а где я фотографии, какую вы хотели бы? вопрос какой простой задали мне. Я тогда сразу вот так перехожу в мой мир. Где он, мой мир-то? Сейчас-то я его не найду. Сразу-то мой мир. Вот он. Нет, не мой мир, а эту. Сейчас я... Вот. Во свете Библии. Ну, я говорю, а тут-то ты сразу зайдешь вот сюда и смотри. Вот Дебунов, Ветхий Завет. И он только зашел в Ветхий Завет. Вот 76 гравюр. Я их ткнул. А вот они и все и есть. И он начал смотреть. Я говорю, где же он еще взял-то? Нет, этот он просмотрел, прошел эти книги, и тут ничего он не взял. Нет этого пророка-то здесь. Я тогда опять назад. Назад. Это я брал первое. Теперь вот это вот надо взять. 16. Вот это. 16.154. И теперь надо посмотреть, где он какой взял-то. говорит. Тут можно даже увидеть, где. Вот она. Вот она. Справа. 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 Вот это. Ниже. Вот слева. Вот это. Вот это вот. Вот он как. Вот он как. Вот он, пророк, говорит и... Видишь как. Сам выбрал, я ему не говорил. Ну, хорошие картинки. Это наша рассказка. Вот эти картины в Ветхом Завете один Дыбунов Игорь Владимирович сделал. Вот видишь как. Человека не знали, который вызвался, который очень помогает. И так почти везде. Теперь я покажу сейчас дальше как. Где-то... Это не это мне надо. Я вот сейчас покажу. Это наш канал. Сейчас я выйду на наш канал. Ну, он как-то канал делает. Это еще надо настройку вот так вот сделать. Вывести. Я показал сейчас что. Архипелаг ГУЛАГ. Вот здесь Рустам выходит на меня. Ну, здесь вот занятия идут. Из архива три взял. Которые не были в YouTube поставлены. И вот. И Златоуст, Иоанн Златоуст. Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Видите сколько? Порченая пленка. Нас ее оцифровали. Том первый, третий. Это мои. Это в 79-м году я закончил его насчитывать. Златоуст. Это не игрушка. 12 томов. И там много-много-много по-серковно-славянски. И спрашиваются, а как вы переводили? Никак. Я просто... У меня такая... Висит здесь два микрофона. Это все Речкунов сделал Алеша. Алексей. Леонид Ильич был. Его тоже Леонид Ильич звали по паспорту. Интересно так. И сын такой же в этом деле. Мастер высшего класса был. Но тогда не было интернета. И он мне это все сделал. Я читаю. Называется диагональное чтение. Я вот так вот глазом смотрю. Передо мной златовуз. На пюпитре таком стоит. И вот где по-славянски я сразу хватаю ее и надписывать ничего не получится. И сразу перевожу. Она сроковно-славянски. Я перевожу. Перевожу его по-русски, как он есть. То есть я помню, как по-русски звучит. Ну и сколько это, я уже не могу сказать. Но это несколько тысяч мест Писания. Я их все на память говорил. Это Господь сделал. Это невозможно. Притом крутится магнитопон не один, а на разные размеры, чтобы это оригинал создать. Говорю, да еще в окно так поглядываю и вижу машина стоит за мной КГБ наблюдала. Прямо месяцами не отходили. И всех людей, кто выходил на вокзале под разными предлогами проверяли. Проверяли, обыски делали. И вот интересно, у меня 11-й том. Я уже 12 книг Златоуста насчитал. Кроме 11. 11-й долго не могли найти. Там где-то в Санкт-Петербурге или за какой-то границей. Кое-как нашли. Не было нигде. Привезли. Я его насчитываю, а посыльный, который привез, сидит, никуда не уходит. Мне сказали привезти назад своими руками. А ты даже не выскажешь. Вот бывало житие святых, там 17 листов нету. Ну а как я буду считать 17? Теперь мы везде звоним, узнаем по церковникам. И у одного священника есть, говорит, у меня полность. А вы дадите? Да нет, конечно. Я все дам. А как? Не знаю. Все, я сам поехал. Поехал и сижу у него там перепечатываю эти страницы. Чтобы теперь насчитать, которую мы достали тоже под такими условиями, что вернуть скорее это. Но этот очень строго за книгами смотрел. Теперь я их перепечатал, привез сюда. Ну а перепечатаны тому, кто давал неполный, теперь уже отдали. И вот 11 том, только мы, только я его сделал. Вот ночью, допустим, в 2 часа я закончил. Высшие половики хлопать, а у нас такой был как, ну, как сказать, ритуал. Людей много приходит. Это коловокзалов в Барнауле жили. Улица 2-я строительная, 62-16. Кто бы ни приехал, но коловокзалов все к нам валом валят. Прямо людей было столько. А комната вся с кухней, со спальней, с прихожей, совсем все вместе с туалетом, 12,8 квадратных метра. Вот вообрази. Сколько народу было. Вплотную из стола сделано, за ствол сразу могли сесть 30 человек. Занятия шли. Надежда Васильевна курсит, шить тапочки, вот такие тапочки. Это я уже рваные ношу. А на такие тапочки, колодок у нее сколько было. И вот за мной следят. Я вижу, следят. Что делать? Но следят так, что видишь, что что-то усиленно следят. Две машины стоят. Две. Все время наблюдают за дверьми. Но одна, вторая так скрытая. Я говорю, мы только думаем, а может там нет. Давай быстренько дорогу перебежим. И смотрят, глаза стоят. Ребята. И мы сели в кусты вот так вот и сидим около дороги-то. А у них машину-то открыли, но они не видят там с дороги-то свет. И вот сразу свет-то мигнул, отразился-то. А мы сидим и выскочили двое, видимо, в машине кто-то остался. И один по улице пробежал туда, раз мы туда пошли, тот побежал на ту сторону перехватить. То есть работают. И, видимо, они там сошлись, говорят, что нет нигде. Теперь они идут, и около дороги, а мы через дорогу перебежали, идут, смотрят, а мы двое сидим. Он сразу увидел, как будто бы нас не видел. Он прошел. Я не знаю, чего-то у меня дрожь начала. Я сижу, у меня как колотун бьет, а на улице жарко было. И вот ничего не могу с собой сделать. Вот прямо так тело трясется. Что-то я бросил, там испугался, ни на чем не отражается. Просто, говорится, вот нехорошо мне было. Ладно, как зашли, давайте, что будем делать? А народу сколько? Советовать. Что делать? Один экземпляр. Дорогие другие, это я уже распространил, оригинал спрятали, по тайнике, какие-то в землю закопали, там, духовку закопали и в землю. Этот тайник не нашли. Прямо дома, в погребе у себя. Мы на первом этаже жили. А он, на этой стороне барак, а один этаж, на бугре, а стоит два этажа. И они искали, искали, как бы ничего не нашли. А что? Они, Златоуст, это зачем он нужен-то? Но я-то трясусь, с таким трудом насчитанное было. Вот 11-й том, особенно мне достался тяжело, переживали. Только я закончил, и мы сразу ночью начали его размножать. А размножать, это у меня было 15 вот такие огромные магнитофона, маяк 205, у него три скорости, даже на 19, четыре дорожки, переписываем, когда оригинал заложил, и одновременно на 10, а то и на 15 можно было в магнитофонах, на скорости в четыре раза больше. И на двух дорожках восемь раз, четырежды в восемь. А потом переключишь, когда запишется-то, там слушается нормально. Тон-студия была, у меня гудело это. Батюшка спросил, ну как здоровье, да, на полу сплю, это означает, я их заряжу, а сам вот так вот сяду, и спиной обоплюсь, а кровать вот так вот, и сижу. Только они хвостиками-то застущали эти, кассеты, не кассеты, а катушки-то, ну все одновременно-то. Я перезаряжаю, записываю, с какого на какой, и опять. Вот в таком положении месяцами, не считая только времени, когда я ходил в церковь. Но я на работу ходил сутки, а где сутки был, там я составлял симфонию, сидел. А то, о-о-о-о, как вспомнишь-то. Я вот начался с Златоуста-то, а теперь-то, когда он уже остался, видишь, какое звучание-то. И вот этот сейчас мне, Сергей-то, Евтушенко-то, и говорит, я могу сделать получше будет. Я говорю, а это можно разве? Даже у Льянов, где его записали, на тогда были граммофонные пластинки, и не могут улучшить сильно-то, там щелчки слыхать. Вот. Раскрытая книга на фото. Жизнь и труды святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиеписопа Константинопольского. Вверху рисунок и перечень вид Антиохии, родины святого Иоанна Златоуста. Святой Иоанн, получивший за свое духовное красноречие имя Златоустого, принадлежит к сонму тех, значит, значит, можно. Он хотел улучшить, я говорю, не надо, это очень трудно. Я вот сегодня выставляю, это хотел сказать, вот, как люди относятся. Вот 10 роликов я выставил ночью, часы она, Святой Иоанн Златоуст, это другие, в церкви считают, Игорь, 5 просмотров, 5 просмотров за 7 часов, даже по одному на час нету, а вот ремонт печки у Надежды Васильевны, а здесь 6 часов, не 7, а 6, 267 просмотров, 267, а тут 5, печка, грязь, пыль, людям они-то интереснее, а вот рядом стоит Златоуст, это я насчитал, но тут побольше, не 5, а 24, вот даже можно, с самой Библии насчитанная, 28, тут и протестанты, видимо, заходят, архипелаг ГУЛАГ, тут еще больше, насчитанной 52, а вот тут этот, с Рустамом беседуем-то, тут 108, вот, вот тут видно, кто заходит, кто с чем интересуется, а вот дальше, коровы 18, а вот пилим, лагерь в Стане, 52, вот тут 26, это Кубайкина я посвятил, занятия идут у нас, по Святой Библии, после литургии, 100, и вот если это следователь какой, он вот сразу увидит, скажет, народ-то какой, златоуст не нужен, а печку делаем нужен, Сергей как-то вы, у нас кинолог такой, профессиональный Сергей, у него собака, он довел, чемпион России она у него, и вот он, его биография, он говорит, посещаемость, там, ну сколько, 50 человек посмотрели, но вот на дороге собак, мертвая лежит, мы проехали, задавлено, а другая караулит, мы развернулись назад, и я собаку палкой туда встал, а там еще три, видно, это сука большие, соски у нее, а там еще лежат где-то, ну что-то особенного-то, я сейчас не знаю даже, сколько это, ну, прямо, ну много, собака, собака на дороге, даже мог бы посмотреть, есть это или нет, в ютубе сейчас гляну, вот, так это не ютуб, надо, наверное, этот юб, надо наш, ютуб, а там вообще не найдешь, сейчас я вот посмотрю, вот посмотрю, заряжу, как, вот поисковик, а, вон поисковик-то, вот он, вот это, на нашем канале, а, ну еще, все, вводите, вводите, собака на дороге, ошибка, на дороге, собака, подожди, это я такой писарь, на дороге, убитая, но там может задавленная, ну и все, есть или нет, нет такого, а у вас вот это слово, это неправильно, значит, она по-другому называется, ну, по-другому я не знаю, как, убитая, собака, как, собака на дороге, а как поставить, убитая, да лучше уберите это слово, вообще, собака на дороге, оставьте ее, все, а ты прав, а она не уходит, потому что надо заново вводить, это уже выскочило, конечный результат, вот что, вот сюда вот, да, лупа, нет, в саму лупу надо пнуть, вот так, да, собака на дороге, верность погибшей собаке, ну вот видишь, сейчас мы посмотрим, начинай, дубнов фигарь приехал, в храме помыть хотят, да, подожди-ка, сейчас, давай-ка, мы глянем, прям сейчас, да, брат, подехал, 6 тысяч, 437 просмотров, я слушаю, слушаю, смотри, все, сейчас, смотри, как я буду убирать, так, иди, я жду, машина прошла, она лежит собакой, я буду еще, на соску не дать, ну и понятно, что я убираю собаку из дороги, чтобы кишков тут не разобили-то, так, а, если мы войдем сейчас, в наш, вот я покажу, вот, это 66 тысяч, 66 тысяч, это не, говорится, не два, теперь, сейчас я покажу, Пупкова, сам он, Пупков, где, где-то здесь, надо, вот здесь, мне найти, куда ткануть, вот сюда, вот, надо, так, Пупков, где он о себе рассказывает, как обратился к Богу, вот идет он с собаками, 520 просмотров, Пупков Сергей, ночевал в полиции взяли, тут интересно, сколько посещаемость, ну, одна тысяча, дальше, вот он с собаками, его задерживают, обращение, это все он занимается, а, где его обращение-то, это все, где он поминается, еще себе, ой-ой-ой, да нет, не везде, не везде, не везде, так, а ну-ка, где, вопрос, заведем по-другому, Пупков, его здесь, обращение, обращение, вступление на канал, да, а где он есть, нету его, кто как пришел, вот смотри, а может быть здесь, подожди-ка минутку, статистика, блин, блин, ага, кто как пришел здесь, вот где-то, ну-ка, надо увидеть где-то, видео скаченное, самозапись, собор, книги, пение Виктора, Новый Завет, где-то так, вот где-то есть такое, как обратился, так, кто обратился, тебя не видно здесь, кто как пришел, господин, котик, котик, кто как обратился, видимо, и не достать нам его, кто как обратился, кто как пришел, господу, кто как пришел, господу, ага, это надо прямо сюда же, да, кто как пришел, господу, Так нет, это общий? Да нет. Кто там сейчас выдаст? Это общий. Это общий? Да, вот ваш это. Вот она. Надо выделить оттуда. Ну вот видишь как. Все надо мне показывать где-то. Это общий. А надо вас здесь вот по новой. У вас включено. Вот это стереть надо? Поиск. Вот я хочу показать кто как пришел Господа. Ага. Вот папка, сама верхняя папка. Там в ней должен быть. Вверху. Там 46 записей. Вот это да? Да. Ну вот сейчас мы увидим. Здесь надо выбрать. Вот они здесь. Христос воскресе. Вот Сергея найдите. Вон он. Я 17 лет, как уверен, был Христа. А, там Глушков. Где? Ниже, ниже. Там Глушков. Я думал Сергей. Вон он. Вот он. Вот он. Вот он. Купков. Вот я хотел показать его, как он обратился к Богу. Интересно рассказывает. 144 просмотра. За сколько? За четыре года. За четыре года. Да. Ого. Хочу рассказать вам, как я пришел к Богу. Еще в детстве бабушка была верующая. Ну понятно. И в нем было распятие. С человеком одним. А мертвая собака 66 тысяч. А здесь всего 144. Почему? Да кому это нужно обращение? А тут собака. Ее жалеть надо. Это на меня. Я палку убирал. Да вы. Там. Там. На меня обзывают всякое. Собаку. Палка. Да хоть что. Голыми руками бы брался за нее что ли. За роги я убрал. И я же виноват. Вот такое дело. Тут понимаете. Прошибить эту броню невозможно. Если кого Господь коснется, тому понятно. Что он дрессировщик. Хороший. Но он неинтересен. Почему? Да таких много. А вот убитая собака. А другая ее караулит на дороге. Да это заснять надо. О! Это интересно. Ну кто не видел голого человека? Я говорю. Вот. Идут две женщины с этой стороны. Голыми задом и задом. Ничего нету на них. Эти. Это видео взорвало. Ты что? Взорвало. Вместе пухали. Или еще всем взорвали-то они. Ничего нету. Все взорвало. И как сидел, так и сижу. И вот чем интересуется. А надо как-то говорить. Не надо никак. Надо чистое Евангелие. Я вот в вузах был. Проповедовал. Если я говорю. И Бог коснулся. И вызывает меня полковник. Полковник. В тюрьмы. В одной тюрьме. Тюрьма. И он вызывает меня раз за разом. Чтобы послушать. И сидим с ним. А у него он полковник. А я зэк. Каторжник. Так что надо молиться. Чтобы Бог. Духом святым коснулся. Человек. А тогда что-то будет. Все. Пока.